Сценарий силового захвата и действий против активистов, которые провозгласили Луганскую, Харьковскую и прочие народные республики, сейчас уже кажется речь идет о Луганской народной республике, вполне вероятен и весьма возможен. Вся логика действий, самопровозглашенная путчисткой власти в Киеве, говорит о том, что эта мера силового воздействия является у них единственной, как по отношению к числу собственных сторонников, вроде, скажем, известного Сашка Билова, Александра Музычко или людей из правого сектора, так и по отношению к тем людям, которые пытаются отставить самостоятельность своих регионов. Уже были жертвы, кровь уже пролилась и в Харькове, и в Донецке, и в Одессе, и по большому счету сейчас уже в некотором смысле Рубикон перейдет. Сейчас уже речь идет скорее о массовом, скажем так, силовом подавлении, и по большому счету мы сейчас все находимся в напряженном ожидании того, что предпримет киевская власть. Ситуация развивается слишком динамично вообще, в целом. Еще никто не мог предположить несколько месяцев назад, что Крым войдет в состав России. Еще никто не мог предположить несколько месяцев назад, что группами активистов будут провозглашены Донецкая и Харьковская народные республики. Но, безусловно, если исходить из логики, скажем, самого националистического дискурса, который представляют люди, захватившие власть в Киеве путем вооруженного переворота, то, естественно, никакой федерализации и никаких самостоятельных регионов в рамках украинского унитарного государства они допустить не могут. Наоборот, именно силовой путь, именно действия, которые демонстрирует сейчас правый сектор, боевики, именно они являются вполне, скажем так, органичными и закономерными для нынешней украинской власти. Поэтому в рамках этой логики ни соглашения на федерализацию, ни соглашения, скажем так, какие-то компромиссные с теми людьми, которые сейчас представляют жители Юго-Востока, в принципе, невозможны. Если они и будут, то они будут иметь только тактический характер. Это логика Бориса Филатова, что мы пообещаем этим мразям все, что угодно, мы пойдем на любые уступки, а вешать мы их будем потом. Я в этом глубоко убежден. Это также отвлечет население Украины от тяжелой экономической ситуации и позволит, соответственно, правительству, которое себя провозгласило сейчас законным наследником киевского, в общем, себя считают законными представителями власти на Украине, позволит им проводить ту политику, которую они считают нужной. Как во внутреннем отношении, так и во внешнем. Все будут списывать на противников, которые представляют из себя жителей Юго-Востока, и внешних, таких как Россия, которая аннексировала Крым.